Продолжение следует... 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 замолчать потому что с ним тяжело потому что с ним сложно то есть к диалогу большинство людей не готовы и на это есть свои причины дело в том что быть врагом себе да как-то вот себя разрушать плохо с собой разговаривать это не совсем выбор и мы сейчас это обсудим но прежде я хочу вам задать вопрос кто ваш самый лучший друг на ваш взгляд это очень прекрасный ответ вам можно даже книжку не читайте если вы так сразу отвечаете хорошо у всех остальных наверняка где-то у кого-то это родственник у кого-то это близкий до близкий друг муж это вообще прекрасно мне часто задают вопрос а можно ли заменить ресурсный внутренний диалог разговором с мужем конечно если муж не против да а вот если общение семьи превращается психотерапии то есть можно договориться когда же например американский доктор психологии хэш-хэшвилд задавал своим студентам вопрос а это порядка тысячи человек вопрос такой кто для вас самый худший враг то половина из них ответили ну сами понимаете что я сам никто не может сделать нам так больно как мы сами своими руками своими словами но еще раз повторю быть врагом себе это не выбор а что это это преимущественно иррациональное мышление и о нем я предлагаю сегодня поговорить что это такое дело в том что каждый день даже каждую минуту в нашей голове возникает огромное количество мыслей их пытались подсчитать кто-то говорит 6000 кто-то меньше данные не представляю каким образом да это фиксировалась потому что это сложный процесс зафиксировать мысль она может быть в словах она может быть в образах до каких-то представлениях но тем не менее очень много и эти мысли они всегда имеют какой-то эмоциональный заряд либо нейтральный а эмоциональный заряд может быть как положительный так и отрицательный да можно порадоваться погоде можно расстроиться из-за погоды можно как-то плохо подумать о своих проектах о себе и так далее но важно то что каждая такая мысль она влияет на наше душевное состояние она нас либо каким-то образом мотивирует до порождает чувство спокойствия либо напротив это душевное равновесие разрушает и это спонтанные мысли мысли и рациональное мышление это часто бессвязный поток и мысли эти бывают лишены логики по своему содержанию могут не соответствовать реальности но мы например можем думать о том что мы что-то плохо написали да плохо рассказали а на самом деле дела могут обстоять совершенно иначе да с позиции других людей да или с позиции реальности и тем не менее это мышление на нас воздействует вот еще хотелось привести пример возможно вам знаком такой популярный анекдот про утюг может быть кто-то слышал как один холостяк решил с утра погладить рубашку утюг сломался ему пришлось идти к соседке тоже незамужней женщине на следующий этаж и пока он шел по лестнице он думал о том что кто сейчас ему откроет да что ему скажет он думал ну да зайду соседка красиво наверняка она вот в каком-то интересном халатике пригласит возможно на чай где чай там и коньяк где коньяк там и все остальное дальше дети дальше теща и моя жизнь закончена и вот когда открывается дверь он не находит ничего до кроме того чтобы сказать ну знаете мне не нужен ваш утек и так далее там более риски были выражения не будем сейчас до их цитировать но это иллюстрация того как работает иррациональная мышление которое есть в тех или иных объемах у каждого есть конечно еще одна плохая новость она заключается в том что в ситуации стресса когда мы излишне напряжены когда мы на пуху напуганы думать нам тяжело и даже когда мы радостны на самом деле тоже потому что эмоции до перехватывают практически весь потенциал нашей психики нам сложно думать и есть такое явление которое психолог психологи довольно метафорично называют черным коридором который заключается в том что в стрессовой ситуации мы думаем обо всем плохо хуже чем ну кисть на самом деле о себе о жизни о будущем и так далее и в эту ловушку довольно легко попасть и это усложняет задачу научиться себя поддерживать стрессовой ситуации потому что если нет ресурса как это можно сделать и вот на этот вопрос я тоже сегодня попытаюсь ответить а пока я хотела бы рассказать что же это за такие спонтанные автоматические мысли которые могут возникать в нашей голове и ну да лишать нас хорошего настроения понижать мотивацию вызывать тревогу и даже вот способствует развитию каких-то очень сложных состояний есть много классификаций я становлюсь на четырех основных возможно где-то да вы узнаете себя свои мысли и слова которые произносите свой адрес первая такая привычка это многократное и неконтролируемое прокручивание в голове нюансов стрессовой ситуации мы поговорили со значимым человеком не очень удачно и дальше по дороге домой в метро дома за ужином после ужина в ванной да когда мы уже ложимся спать мы можем прокручивать эту ситуацию а как он на меня посмотрел а как он мог это сказать а с какой интонацией он это сделал ну как он так мог но я же этого не заслужил и так далее то есть многократное возвращение которое способствует ретравматизации то есть мало того что да ситуация нас объективно травмировала и мы вместо того чтобы часто смягчить этот удар до сказать себе что-то доброе мы его усиливаем да вредим таким образом сами себе есть еще одна привычка встречается часто так как я работаю тоже в рамках консультативной психологии это призма я плохой критика себя в разных аспектах я недостаточно умен красив плохо одет я неправильно чувствую я неправильно говорю и так далее и по большому счету человек постоянно ищет во внешнем мире доказательства собственной несостоятельности даже если их нет они будут придуманы даже если его текста его выступление будет будет очень хорошим он может это объяснить случайностью до тем что вот как-то люди наверное вы не совсем правильно поняли и не могли не смогли раскусить и так далее то есть вот такое критическое отношение к себе проявляющиеся в мыслях и словах дальше перевес долженствование нашей внутренней речи ну что это такое понятно что у каждого из нас окружает огромное количество задач нам нужно выступить на конференции нам нужно позвонить начальнику встретить ребенка со школы нам нужно помочь ему выучить уроки нам нужно приготовить нужно позвонить родителям нужно убраться нужно 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 и этих нужно на протяжении рабочего дня очень много с одной стороны в общем то мы неплохие менеджеры до своей собственной жизни и многое успеваем но как только возникает передышка выходные да и вот здесь психологи часто считают выходными выходные самыми опасными даст психологической точки зрения потому что человек оказывается в вакууме он пришли привык жить окруженный различными надо а тут вдруг надо исчезает и психика не знает что делать то есть в этой ситуации происходит игнорирование потребностей которые с одной стороны способствуют перенапряжению а с другой стороны приводит тому что человек перестает себя слышать и по большому счету это если будет повторять повторяться постоянно может вызвать депрессивную симптоматику до шутки с этим плохи и еще одна привычка который бы мне хотелось сказать это катастрофические мысли привычка все видеть в черном цвете да я могу заразиться если я заражусь наверняка у меня будут осложнение если будут осложнение это все плохо закончится и вообще цены поднимаются да наверняка у меня однажды не останется денег и так далее да постоянно наши мысли будут раскручиваться и создавать нам такие достаточно большие цепочки мыслей которые нас будут угнетать ничего хорошего конечно не происходит в результате и вот то что мы видим сейчас на слайде до дерево может прекрасно цвести давать плоды человек может быть эффективным может легко строить отношения при условии да что он уверен в себе у него есть мотивация он чувствует себя в относительной безопасности если же он утрачивает и уверенность себе и и мотивацию и спокойствие то соответственно и во внешнем мире до достигать каких-то серьезных вещей ему становится тяжело то есть деструктивный диалог с собой то деструктивные мысли они естественно сказываются не только наши на нашей психике но и на нашей жизни и здесь мне очень нравится фраза ральфа эмерсона о том что все тени в нашей жизни возникают потому что мы стоим напротив собственного света как же этого не допустить так как методика ресурсного внутреннего диалога она во многом основана на принципах когнитивной терапии на работе с мыслями на работе со словами мы имеем дело с неким внутренним дискурсом каким же образом можно влиять вот многие говорят про остановку внутреннего диалога и про то что вот важно не допускать в себе те или иные мысли этот подход не совсем правильный и я его не разделяю потому что он энергозатратен и не очень эффективен на самом деле свою первую мысль да вот первые звучащие на автомате слова мы изменить не можем но мы можем воздействовать на третью четвертую пятую мысль не давая развиться этой самой цепочки и здесь я тоже приведу мое любимое высказывание мартина лютера который как-то заметил что нам не дано запретить птицам пролетать над нашей головой так же как не дано наш нашим мыслям запретить проявляться главное не дать им свить у себя на голове гнездо и вот такой борьбе с гнездами посвященная книга и методика ресурсного внутреннего диалога сейчас мы поговорим как это можно сделать но я остановлюсь еще раз на трудностях с которыми мы сталкиваемся во-первых иррациональное мышление до постоянное порождение автоматических мыслей это факт который нам невозможно изменить во вторых стрессовые ситуации которые сокращают наши когнитивные ресурсы и нам довольно сложно придумать и как-то иначе и правильно отреагировать на стрессовую ситуацию и третья причина на мой взгляд скорее даже больше филолога заключается в том что коммуникативно да на уровне общения мы не готовы общаться и что-то придумывать здесь я бы провела аналогию с которой тоже проблемную да с которой часто сталкиваюсь и на своих консультациях семинарах так как я еще тренер по речи она заключается в том что людям очень сложно ответить на вопрос а что сказать да вот по тому или иному вопросу это также как вот в школе напишите сочинение а вот как его писать да обычно не рассказывается то есть возникает коммуникативная трудность и соответственно я предлагаю четыре основных принципа работы с внутренней речи которые позволят этот мыслительный автоматический поток несколько привести в порядок и положительно воздействовать на состояние что это за принципы во первых это осознанное самообщение да мы не можем избавиться от автоматических мыслей но мы можем быть осознанными я чуть позже это сейчас прокомментирую это механизм диалогизации тоже вы сейчас поясню инструменты которыми мы будем пользоваться в ресурсном сообщение самообщение это слова и образы и также мы будем опираться как на принцип на коммуникативную модель успешную для задачи самотерапии да когда нам нужно помочь себе и подробнее о каждом осознанное самообщение мы уже сказали да что у нас возникает огромное количество мыслей совершенно разной направленности что мы делаем мы просто выстраиваем осознанную цепочку которая отвечает параметрам ситуации и запрограммирована на то чтобы нам помочь они нас разрушать как это например делает пресловутый внутренний критик да и так можно назвать и рациональное мышление что происходит когда мы осознанно начинаем выстраивать внутренний диалог все ресурсы выходят на построение речи и соответственно меньше становится других спонтанных мыслей да мы превращаем это в осознанный поток и в ближайшей перспективе если человек постоянно занимается осознанным выстраиванием своей внутренней речи ну по тем например принципам которые я предлагаю можно предложить какие-то другие то постепенно у него формируются новые автоматизмы и в следующий раз в стрессовой ситуации его спонтанная мысль может оказаться ресурсным да когда он услышит какое-то ну не очень приятное слово в свой адрес он может подумать необычно не так как обычно со мной что-то не так а например ну просто наверное у человека плохое настроение либо возможно я как-то неправильно сформулировал можно попробовать иначе и так далее то есть реакция будет в корне меняться но для этого стоит поработать следующий механизм диалогизации это психотерапевтический механизм до основанный ну больше так на таком лингвистическом подходе он заключается в том что мы достраиваем нашу внутреннюю речь до диалога обычно и очень часто она существует в режиме режиме монолога причем такого инфантильного как он может звучать мне страшно мне тяжело мне надоело это режим монолога для того чтобы помочь себе мы должны включиться в диалог достроить более рациональную поддерживающую ну или под забегая вперед взрослую реакцию к той которая звучит сначала и соответственно в ресурсном внутреннем диалоге важны два навыка не только умение с собой разговаривать себе отвечать но и в какое умение соответственно себя слушать до себя слушать хорошо следующий инструмент это слово и образ действительно слово это всегда стимул нашей психики как только мы что-то себе говорим у нас возникают образы и следующие цепочки мыслей и здесь есть тоже такая интересная особенность если мы стрессовой ситуации будем придумывать что нам сказать у нас это может не получится сделать вы уже знаете почему да потому что не хватит как может не хватить когнитивного ресурса и как в этой ситуации себе можно помочь можно идти от образа что это значит это значит ответить себе на вопрос а как бы в этой ситуации мог отреагировать другой человек и таким образом мы запускаем цепочку ресурсных мыслей я сейчас приведу пример вот на слайде есть замечательный отрывок и стихотворение александра пушкина этим стихотворением со мной поделилась одна из участниц мастер-класса он сказав что именно этими строчками она как-то себя поддерживает сложной ситуации если жизнь тебя обманет не печалься не сердись в день уныния смирись день веселья верь настанет такая достаточно развернутое высказывание которое включает в себя и озвученное чувство и его признание и некую программу действия и апеллирует ко времени да там можно угадать смысл и знакомый всем нам например из притчи про кольцо соломона да все проходит и пройдет это таким образом действительно на это стихотворение можно опираться но создать такое высказывание не в творческом полете как это сделал александр сергеевич а вот стресс вистот очень сложно но можно задать себе вопрос а как бы например поступил александр сергеевич пушкин оказавшись в этой ситуации и найти ответ это способ работы из образа ну и также есть подтвержденные исследования которые свидетельствуют о том ну в частности вот лингвиста эксперты по коммуникациям жукова которые говорят о том что речь наиболее эффективна когда человек пытается ее строить из образа есть даже такой эксперимент жукова можно посмотреть он исследовал установки наравне снизу сверху и нашел эту закономерность вот если воздействовать через образ это оказывается эффективнее и четвертый момент касается того а что же себе сказать и здесь когда я развивала эту тему я увидела что людям стремятся какой-то точной правильной реакции на интервью на мастер-классах я постоянно получала вопросы ну скажи же нам вот что себе сказать в этой ситуации вот прям по пунктам 1 2 3 но дело в том что каждая наша ситуация уникальна и мы помним что ресурсный внутренний диалог это не только ответы себе это и умение себя слышать соответственно чтобы сгенерировать эффективную поддерживающую реакцию нужно совершить ну несколько действий нужно понять что происходит со мной и подобрать конкретно к этому эмоциональному состоянию нужную реакцию в связи с этим я пришла к тому что внутренняя поддерживающая речь должна быть несколько избыточна чтобы человек мог помочь себе наверняка у меня была клиентка которая жаловалась на то что поддерживает себя но ее слова не действуют она говорила себе примерно следующее когда она расстраивалась ну вот я говорю себе что другим тоже тяжело не только мне говорю говорю а не работает но дело в том что это высказывание не хочу назвать его плохим конечно доля критики неэффективным доля критики в нем присутствует но его недостаточно для трансформации потому что состояние девушки было гораздо сложнее до того что она произносила соответственно я предлагаю обратить внимание на три вида речи которым человек должен обучиться чтобы себе помогать это речь запускающая ресурсный анализ это речь принимающая эмпатическая и речь мотивационная и комбинация этих трех систем как раз таки позволяет создать комплексное поддерживающее высказывание каким она будет мы сейчас с вами поговорим кто читал мою книгу наверняка знает что в моей книге есть персонажи несмотря на то что она не художественная а научно-популярная и персонажи эти как раз таки представляют собой механизм работы из образа во внутренней речи и механизм который помогает не только научиться себя поддерживать но и себя диагностировать а как я себя поддерживаю помогает помогают мне свои мои слова или не помогают и каким образом я могу вводить себя в ситуацию стресса что такое архетипический конструктор это некие стимульные образы которые позволяют спонтанно генерировать поддерживающее высказывание я позаимствовала для построения этой системы методика ресурсного внутреннего диалога собственная книга она содержит в себе настоящий такой гид по внутреннему диалогу она содержит в себе образы которые отсылают нас к психоаналитической системе карла гюстафа юнга возможно вы знакомы с его теории архетипов но я ее беру не всю а только какие-то отдельные элементы и беру только те которые соответствуют успешной коммуникативной модели поддержки вообще когда я искала я пыталась ответить на вопрос а есть ли у нас в реальном внешнем общении такая модель коммуникации беспроигрышная с помощью которой мы могли бы себя научиться поддерживать так где она присутствует ну и ответ как вы понимаете пришел да это семья архетип семьи до коммуникативная модель которая складывается между членами семьи она является максимально поддерживающей она зашита в нас как как чип да потому что она ну огромное количество поколений прошла зарекомендовала себя еще даже до вербального периода и после вербального периода и это то что довольно легко можно активировать в ситуации стресса когда мы помним до ресурса недостаточно что включает в себя эта модель она включает в себя некая с одной стороны слабая да а с другой стороны сильное звено и главного участника наших внутренних диалогов внутреннего ребенка можно его рассматривать психоаналитические да если вы может быть изучали детские травмы да и пытались каким-то образом структурировать свою свою психику а возможно вы знакомы с транзактным анализом эрика берна да то есть внутреннего ребенка можно определять по-разному конкретно в системе ресурсного внутреннего диалога это иррациональная реакция на какую-то сложную стрессовую ситуацию которая нуждается в поддержке изучать она может так чувствую хочу не хочу интересно сомневаюсь не уверен и так далее это реакция которая нуждается в поддержке очень интересно что психоаналитики карл гюстов юнг в частности говорил о том что ребенок это уникальная структура он называл ее ну вот так метафорически меньше меньшего больше большего с одной стороны это максимально уязвимая структура да а с другой стороны это источник энергии источник творчества который необходим человеку для жизни для нормальной профессиональной деятельности но он нуждается в поддержке соответственно когда мы начинаем достраивать диалог нам нужна рациональная реакция до вторичная реакция и здесь очень хорошо зарекомендовали себя три основных архетип архетип матери архетип отца и архетип мудреца если мы посмотрим модель классической семьи то мать ответственна за любовь за принятие за поддержку за кровь это то что обеспечивает жизнь до такую комфортную с психологической да и физической точки зрения есть архетип отца который помогает адаптироваться пришедшему в мир например ребенку да если мы вот архетип берем не как отдельного человека как некую структуру адаптироваться к миру найти в нем свое место получить условную любовь как без которой да нам тоже сложно то самое уважение социума и так далее это про границы это про самозащиту это про возможность устанавливать свои собственные правила да что иногда в стрессовой ситуации нам очень сложно сделать да мы можем и самоуважение потерять и про границы свои забыть и так далее и еще одна очень важная структура структура мудреца старшие поколения это мудрость это опыт это возможность создавать какие-то аналитические суждения почему зачем что из этого следует и так далее и мне очень нравится древнем риме была такая капиталистская триада да триада богов и в этом смысле римляне они тоже знали ток-ток в ассортименте поддержки поэтому они всегда подбирали себе богов и триада была до капиталистской но нам больше было про государственность да тогда был немножко другой уровень самосознания а вот как раз капиталистка и она больше апеллировала к человеку к его трудностям и включала в себя трех основных богов это спатья сейчас скажу юпитера юнону и минерва юпитер он олицетворяет соответственно архетип отца да такое мужское сильное начало законодательное юнона это материнские всевозможные чувства проявления забота и минерва это древнегреческая афина которая вышла из головы зевса и олицетворял собой мудрость была покровительницей наук ну в общем как то мы даже в капиталистскую триаду с этой системой укладываемся и все бы ничего да с одной стороны положительные архетипы но мы с вами сейчас говорим про некую идеальную модель внутренней коммуникации но если мы заглянем во внутреннюю жизнь каждого из нас то мы можем там встретить много всего интересного и не там не всегда будет любящая мать отец и мудрец чаще всего у нас есть очень много спонтанных реакций ребенка так называемых инфантилизмов которые не имеют такой взрослый поддерживающей пристройки и конечно есть негативная рациональная реакция которой нас обучили наши родители те системы в которые мы входили когда наша психика строилась и здесь вот я сделаю такой небольшой поворот в то что наш внутренний диалог на самом деле это интериоризированный то есть помещенный вовнутрь диалог со значимыми взрослыми людьми до с авторитетными людьми который постепенно стал нашей внутренней коммуникативной стратегии соответственно если есть мать то говоря о эмоциональной поддержке мы можем говорить и о эмоциональном холоде с которым сталкивается большинство людей по отношению к себе не любовь к себе и здесь уже олицетворение архетипа мачехи до такого разрушительного если мы говорим про отца который может устанавливать правила может защищать да то и одновременно конечно может проявляться и теневая сторона внутренняя тирания когда эти правила против нас когда мы не уважаем себя да проявляем вот всяческие такие вещи когда нам сложно выстраивать свои системы и прочее если мы говорим про мудреца который может будро проанализировать даже самую сложную ситуацию даже самую страшную нашу ошибку то конечно мудреца может заменить тем внутренний критик. Здесь я его понимаю несколько иначе, именно на уровне анализа. Внутренний критик обычно предлагает какую-то черную призму анализа ситуации, все будет плохо, и ты совершаешь ошибки, все бессмысленно, именно так он может звучать. Но более подробно с этими архетипами можно познакомиться в моей книге, отвечая на вопрос, что же является удачным сценарием внутреннего диалога, как же можно себе помогать. И я люблю фразу следующую «хорошо, когда все дома», когда мы можем помочь себе и с позиции материнской, и отцовской, и с позиции отца. И здесь я повторю, что система ресурсного внутреннего диалога ориентирована на то, чтобы поддерживать человека в трех основных направлениях. Это эмоции, это мысли и это действия. Соответственно, здесь уже можете соотнести, какой архетип, на чем завязан. Отец действия, мысли – это мудрец, и эмоциональный архетип, совершающий такую эмоциональную обработку переживания – это материнский. Ну и вопрос, который часто мне задают, какова же эффективность ресурсного внутреннего диалога и как ее можно использовать. На самом деле внутреннее самообщение изучается довольно давно, но и какие-то альтернативы организации этой деятельности можно найти у других авторов. Но, на мой взгляд, до текущего момента не была простроена коммуникативная система. Что же такого я себе должен сказать в момент самоподдержки, чтобы мне стало легче? И конкретная методика ресурсного внутреннего диалога – она лингво-терапевтическая. И помогать себе можно на трех основных уровнях. Ну не только себе, а в целом использовать эту методику. Это самопомощь при стрессе, когда за 15 минут можно легко трансформировать свое состояние, даже прочитав один или два параграфа моей книги или всю книгу, там достаточно много упражнений. Происходит трансформация на уровне мысли, на уровне эмоций и на уровне действия человека. Появляются идеи, а что же он может сделать в этой ситуации. Довольно эффективно. И если говорить о каких-то числовых показателях, то в принципе можно трансформировать состояние по 10-бальной шкале от 2 до 5-6 баллов, в зависимости от ситуации, какая будет ситуация. По моим наблюдениям, кризисные ситуации обладают такой большей динамикой после ресурсного внутреннего диалога. Стратегическая работа и саморазвитие – это когда человек решает все-таки сформировать внутреннюю этику и научиться себя поддерживать. И в каком-то конкретном направлении. Я занимаюсь речью, я уже говорила, и ко мне часто приходят начинающие спикеры, которым страшно выступать, которые не совсем легко себя чувствуют на сцене. И, например, в течение 21 дня, нескольких недель работы, такой самоподдержки в ситуации выступления, подготовки к выступлению, в ситуации, когда приходят очень сложные мысли, которые могут пугать, человек с этим справляется и, в принципе, становится неплохим оратором. В моей истории были люди, которые, например, им было очень сложно даже коллег пригласить на чашку кофе или на пиццу в день рождения, просто взять это слово и даже в обществе из трех людей его произнести. Была динамика, что люди выступали даже на отраслевых конференциях. То есть эта система работает. И, конечно, это психотерапевтическая работа, когда ресурсный внутренний диалог можно использовать в каких-то сложных состояниях. Это могут быть депрессивные состояния, это могут быть тревожные расстройства, панические атаки. И это может быть работа с травмой, посттравматическое расстройство, которое как раз-таки завязано на том, что человеку не хватает внутреннего поддерживающего взрослого. И с помощью системы ресурсного внутреннего диалога его также можно создавать. Но здесь времени, конечно, требуется больше, и это не всегда будет самотерапия, потому что часто здесь требуется и другая психика. Это о некоторой ограниченности системы, потому что в более таких тяжелых случаях нужны ресурсы больше. На этом, пожалуй, у меня все. Поэтому, друзья, поддерживайте себя, говорите с собой правильно, читайте мою книгу, покупайте. Я очень буду рада пообщаться, в том числе на ее страницах с вами. И если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Дорогие друзья, я с удовольствием подойду и передам микрофон, потому что времени у нас совсем мало между встречами. Кто-то хочет задать вопрос? Да, пожалуйста. Да я и так могу. Да, лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздновато подошел. Может быть, даже для тех, которые здесь с самого начала сидят, не совсем понятно, что такое внутренний диалог. Это по-простому разговор сам с собой, да? Да, по-простому это разговор сам с собой. Это внутренняя коммуникация. Наша психика, она общается не только с внешним миром, как мы с вами сейчас общаемся, но и сама с собой. Если вот так представить, разговор между разными точками зрения. Разговор с какой-то слабой частью себя, которая расстраивается с позиции более сильной части себя. И вот по первому типу, который вы оговаривали, там четыре типа вы произносили. Помните, да, когда человек там пошел с кем-то, пообщался, и он ретравмирует себя раз за разом. Вот на это, что бы вы посоветовали в первую очередь, ну, как бы даже размыто. Понятное дело, на каждый случай нет идеального ответа, но вот в общем смысле, какая вот в первую очередь направленность нужна, что с этим делать? Смотрите, когда человек себя ретравмирует, это значит, что сама ситуация общения была для него сложной, она его задела. Возникли какие-то эмоциональные сложные переживания, неотработанные. И на автомате человек просто пошел по той стратегии, которая у него всегда была. Он пытался вернуться в эту ситуацию, но так как у него не было ключей для ее решения, это был бесконечный процесс самонакручивания. Чтобы его остановить, напомню, осознанное самообщение. То есть нужно создать цепочку мыслей, которая будет помогать. Ну, во-первых, сказать «стоп», да, я замечаю, что я сейчас снова и снова прокручиваю эту ситуацию. Дальше попытаться себя поддержать. Что больше всего меня задело в этой ситуации, да, какое чувство я испытал. Может быть, это тревога, может быть, это печаль, может быть, это обида. Возможно, это стыд, часто провоцируется стыд, да. И дальше, что я могу себе ответить с трех взрослых архетипов. Что бы сказала, например, мать, да, как я могу сейчас себя поддержать. Налечаю, да, ну, почитать какую-то приятную книгу, которая меня всегда расслабляет. Просто сказать себе, да, все со мной нормально, да, и так далее. Дальше обратиться к архетипу мудреца, да, здесь тоже имеет смысл последовательность. Я это описываю в книге, да, в какой последовательности лучше применять эти архетипы. Проанализировать, да, что пошло не так, как бы отреагировал мудрец на эту ситуацию. Ну, например, все проходит, да, пресловутое кольцо Соломона. И третий шаг – это какое-то действие, какое-то ресурсное действие. Что я могу сейчас делать либо для себя, либо что я завтра отвечу, если снова встречу этого человека, да, и, ну, например, он будет какую-то активность в отношении. Любыми способами стараться не утрировать, не накручивать ситуацию. Да, стоп, я это замечаю. С другой стороны, не может ли это быть сигналом чувства самосохранения? Прокручивание? Если, допустим, ты попросил ситуацию, да, ты ее отпустил, да, с другими словами. А может быть, стоило об этом задуматься, мудрецы при этом ограбить себя? Конечно, нет, мы же говорим про ретравматизацию, это когда мы переживаем бесполезные вещи. Например, взгляд другого человека и так далее. Если мы говорим про ресурсное общение, оно и включает в себя умение усваивать опыт, в котором может помочь архетип мудреца. Да, это различные схемы анализа, самоанализа, анализа ситуации, которые выводят нас в ресурс. Умение усваивать опыт – это тоже навык, да. Что я могу в следующий раз делать по-другому и какой вывод я могу из этого извлечь. Просто не всегда люди обращаются к этой формуле. То есть это не от уникальности? Не от уникальности. В принципе, тот алгоритм, который я назвала, стоп, я замечаю, я больше этого делать не буду. И, например, три архетипа. Ирина, у нас буквально три минутки. Ирина, а что это за состояние, когда как бы проговариваешься? То есть ты ведешь внутренний диалог с собой, при этом ты ведешь еще диалог реальный с оппонентом, с человеком. И у тебя проскакивает внутренний диалог, при этом он не соответствует диалогу внешнему. Почему так происходит? Ну вот здесь я предположу, да, мне, конечно, хочется погрузиться в этот кейс, но я предположу, что речь идет о спонтанной речи. Когда мы беседуем с другим человеком, особенно в ситуации стресса, особенно когда это какой-то значимый разговор, и он неподготовленный, наша речь порождается одновременно с мыслями. Да, и здесь очень такой маленький промежуток времени, в который нужно все успеть. И, конечно, внутренняя речь, я бы не назвала ее диалогом в том понимании, который представлен в книге, это внутренняя речь, которая становится речью внешней, когда мы разговариваем. Если мы проговариваем, ну да, конечно, туда могут попасть спонтанные реакции нашего внутреннего ребенка. Ты мне надоел, я не хочу тебя больше слушать, я устал, конечно, да. Это говорит о том, что действительно вы, ну не вы конкретно, да, любой человек, он просто открыт для трансляции своих состояний. В каких-то ситуациях это может помочь и расположить собеседника, вы выглядите искренне, в каких-то случаях это может действительно спровоцировать конфликт. Конечно, наш внутренний ребенок вылезает везде, и чтобы он это делал там, где нам это нужно, ну, например, в продающем сторителлинге, да, а не в любой ситуации значимой, например, разговаривая с начальником, хорошо его поддерживать наедине с собой, да, замечать эти состояния, или иметь какую-то амортизирующую фразу, которую можно проговорить себе в ситуации общения. Вот я говорю с другим человеком, чувствую, что завожусь, да, и я тихонечко, да, спокойно, ты заводишься, сейчас мы договорим и придем в себя, ну, например, вот так. Или типа, ты гад, вы простите, это я не могу. Да, да, это мой внутренний диалог, да, например, можно отшутиться, шутки всегда хороши. Позвольте спросить о дальнейших творческих планах, если есть задумки о книге, когда она будет и о чем она будет. Спасибо большое за вопрос. Да, я планирую расширить методику ресурсного внутреннего диалога, потому что все равно поступает информация, я с этой темой работаю, работаю с клиентами, и, ну, появляется много дополнений, которые также хочется внести, ну, вот, единый текст. А также я еще занимаюсь развитием спонтанной речи, это уже о том, как говорить легко и свободно, даже без подготовки, как быстро складывать тексты, то есть такая моментальная сборка текста, она для меня очень интересна, я сейчас исследую этот аспект. Одновременно с речевыми блоками, да, такими сложными эмоциональными состояниями, которые мешают нам легко говорить, легко общаться, и легко решать свои задачи с помощью слова. Вот, пожалуйста. Спасибо, огромные аплодисменты нашей гости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok